книга открытым оком тема царство небесное рай том 21 вопрос 3421 если бог один то почему же тогда по-разному представляет себе загробный мир отвечает игнать тихонович лапкин потому что есть откровение божие а есть человеческое воображение откровение это не книга апокалипсис иоанна богослова то что бог открыл людям показал невидимое евангелие от монфея 16 глава 17 стих тогда иисус сказал ему в ответ блажен ты симон сын ионин потому что не плоти кровь открыли тебе это но отец мой сущий на небесах послание к евреям 10 глава 20 стих который он вновь открыл нам через завесу то есть плоть свою потусторонние как принято говорить находящиеся в ином измерении она может быть понятно только откровением свыше 1 калинфянам 2 глава 10 стих а нам бог открыл это духом своим ибо дух все проницает и и глубины божии истина одна и все остальное что они по библии есть дьявольское обольщение доверившихся сатане даже красиво и умно составленные похождения геракла даже путь азириса и описание мусульманского рая есть прелесть как понимали все святые отцы так и все православные и особенно красочные католические картинки о том что умершего грешника можно вызволить из тьмы вечный свет христов через церковь есть всего лишь благочестивое заблуждение невозрожденных душ и коростолюбие монахов и попов а нужно было на все притязания понять и познать загробный мир сказать евангелие от матфея 16 23 отойди от меня сатана ты мне соблазн потому что думаешь не о том что божие но что человеческое есть еврейский журнал лихаимцев и он сообщает лиха им номер один 2007 год страница со 105 по 108 цитата так на последней странице брошюры америка источник терроризма приведено пространное высказывание аятоллы хоймени восхваляющая мученическую смерть шахада во имя аллаха и ислама на обратной стороне обложки брошюры написано о аллах я прибыл к тебе встречай меня довольным моими деяниями я нуждаюсь в твоих милосердия и жалости прими меня самым лучшим образом сделай так чтобы моя встреча с тобой была приятной желай встретить меня и не дай мне и дай мне смерти мученика шахада как путь для нашей встречи кавычки закрыты спрашивается чем же отличаются тогда православные молитвы за умерших от неправославных но при всем при том у нас есть истинное откровение божие святая и личная библия а у нас столько лихаинства в храме на покойниках столько мертвецкой неправды прокосия 4 глава 8 стих грехами народа моего кормятся они и без и к беззаконию его стремится душа их без веры в жертву иисуса христа как сына божия единородного от отца нет надежды на спасение послание к евреям 9 глава 27 28 стих и как человеком положено однажды умереть а потом суд так и христос однажды принеся себя в жертву чтобы подъять грехи многих во второй раз явится не для очищения греха а для ожидающих его во спасение я больше не могу мне жизнь моя постыла я тщетно счастье светлое искал в груди моей уже холодная могила поруган и разбит мой прежний идеал чего мне ждать еще померкнувшие дали мне лучезарных дней уж больше не сулят напрасные мечты лишь скорби до печали мой изнемогший дух повсюду сторожат бог говорите вы но я его не знаю он чушь душе моей порочной больной эфемио эфемиама я пред ним не сожигаю не прихожу к нему с горячей мольбой он только страшен мне за облачном чертоге средцом на ангелов и чистых и святых что за нужда ему что на земной дороге так много гибнет душ в волнах страстей мирских что богу до того что я решил забыться не в силах будучи страдания сносить и сопостылая жизнью распроститься чтобы навсегда себя от мук освободить несчастный смертный нет ты божие создание и дорог ты душе небесного отца ты драгоценный перл в природе мироздания венец и красота могучего творца неси ты на него он простирает руки кто утешение ждет он всем помочь готов он хочет снять тебя всю боль сердечной муки распутать цепь тебя опутавших грехов душа твоя больна ты счастье искавший все лучшие года на то употребил но он зажжет опять светильник твой погашей и в жизненном пути дарует новых сил он но он вновь вселит в тебя любовь к существованию и радость бытия почувствуешь ты вновь и к ясному придет душа твоя сознанию что высший идеал спасителя любовь что в этой то любви глубокой бесконечной все счастье жизни сей и цель заключена в ней доступ нам открыт к творца чизни вечной и на пути земном нам светлый луч она о где мне взять слова мой ближний мой любимый чтобы дошли они до сердца твоего чтобы бога ты познал и полюбил всей силой с раскаянием припав к святой груди его мужайся и внимай тебе он шепчет и нежно заблудшее дитя приди ко мне скорее я стал твой облику одеждой белоснежной и мир дам чудный мир душе больной твоей автор шарипанова